Ребята, всем привет. Давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Глеб. И сегодня я поговорю с вами о том, как контракт First Principle помогает настроить работу с бэкэндерами при написании API. Чуть-чуть познакомимся ближе. Я занимаюсь разработкой с 2003 года коммерческой. Также я сейчас технический директор в Skillbox Holding и долгое время был CTO и основателем агентства Beta. Почти 10 лет. Кроме этого, я четвертый год руковожу программкомитетом конференции Frontend Conf. И последнее время я сделал чатик в телеге, в котором пишу всякий свой поток сознания. Если что, приходите общаться, ругаться в комментарии. Но ближе к делу. Знакомлю на такая ситуация, когда ты пишешь своему бэкэндеру и говоришь, Лех, а как мне авторизоваться? Куда мне что вообще отправлять? Ну, Леш, ну ответь, пожалуйста. Ну, Леш, а это уже 12, пол первого. Леша, ап, в два дня. В 14 мы уже начинаем взывать к совести. Ну, пожалуйста, мне уже нужно начать прикручивать авторизацию. Ответь мне. Он пишет, позже занят. Шесть вечера такой, а теперь? Не, ну, Леш, ну ты серьезно? Уже надо куда-то что-то отправить. Тебе вообще трудно, что ли? Ну, ответь. Он говорит, таски горят, вот пристал. Знакомая ситуация? Похлопайте, кому знакомая. Кто с этим сталкивался? Прекрасно. Вот, ну и дальше все продолжается, примерно, в этом же духе. Типа, Леш, я два часа бьюсь, постоянно какие-то бэд-реквесты. Я уже не понимаю, а гет или пост отправлять вообще не работает. Все равно не пашет. Он говорит, ой, сорян. Там надо не юзера отправлять, а логин. И угорает над тобой. И далее по списку. А откуда мне пользоваться грузить? Слэш юзер. А как мне поменять пароль? А куда? А почему? А где? Больно ведь, да? Ведь, ну, больно же. Очень, да? И вообще, а почему? Ну, почему нам больно-то вообще, собственно? Первое. Внезапно оказалось, что мы сильно завязаны на доступности бэкэндера. То есть нету бэкэндера, я стою и жду, пока он появится. Второе. Мы тратим очень много часов на тупке. Вместо того, чтобы заниматься той деятельностью, за которую тебе на самом деле платят деньги, и то, что хочет компания, ты сидишь и пытаешься перебрать. А как же он там что придумал? И третье. То, что бэкэндер и фронтэндер считают друг друга дураками и откровенно друг друга бесят. Потому что меня бесит Леша, потому что он такой недоступный весь из себя. А я Лешу бешу, потому что что ты вообще пристал? Нам же все понятно. Ну и вообще, типа, на круг это отрицательное удовольствие от процесса. Мне это не нравится, я стрессую. Лешу я бешу. Компания не круто. Команда тоже страдает, потому что таски не пилис. Ну, то есть плохо вообще всем. Ну, и типа, ты такой думаешь, как же это сделать? Да, как мне вообще? Я не хочу выяснять, как работает опишка. Ну, так договоритесь между собой, чтобы не происходила эта ситуация. Собственно, давайте попробуем договориться. Но прежде чем пойти договариваться, давайте подумаем, а что мы должны вообще, ну, типа, каким должен быть договор наш? Первое. Мы же все разработчики, поэтому, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы мы могли не только глазами его читать, но еще и программно. То, что нам так привычно. Второе. Он должен описывать все методы, их параметры, возвращаемые значения. В каком случае что возвращается? Чтобы не было ситуации, что такой, ну, в целом я знаю, куда ходить, но все остальное опять клехи. Третье. Опять же, мы хотим его хранить и версионер как код. Было бы супер не круто, если бы ты где-то лежал в каких-то Excel, как в каких док. Кто получал описание API в Excel? Похлопайте. А в док. А в каких-то еще любых вот остальных творческих всяких форматах, я не знаю, там в телеге текстом, голосовыми кто-нибудь получал описание API? Смотрите, как много народа. Ну, и как бы оно могло бы выглядеть? Ну, вот представим, что у меня есть метод тоже самой авторизации. То есть, собственно, вот есть PES, куда идти, юзер логин. Дальше это описание, что это запрос на авторизацию пользователя. Он принимает пост. Также в посте он принимает, как данные, мультипарт формдатой. И есть параметры логин и password, которые строки, которые лежат в формдате. Супер. Ответ. Ответ тоже очень простой. Дефолтный ответ какой? Мне прилетает объект, в котором есть access token, в котором есть refresh token. Оба строчные. Супер. Поздравляем вас. У нас появился контракт. Что произошло теперь? Первое. У нас внезапно оказался единый источник истины. Прямо как со степ менеджментом. Второе. Он полон с точки зрения описания. То есть у меня больше нет ситуации, когда я должен бегать к Лехе, что-то переспрашивать. Потому что я просто захожу в контракт, а не отвлекаю Леху. Отвлекаю контракт. Дальше. Мы перестали друг друга блокировать. И поздравляю, мы на самом деле изобрели свагер. И чуть-чуть о свагере. То есть типа да, кроме свагера еще много всяких штук. Есть sub, который вот там. Кто-то его знает по 1С, кто-то знает большим промышленным системам. Есть, например, OData. Это тоже типа вам тоже, наверное, знакомо жить по 1С. Есть какие-то более хитрые форматы, типа GraphQL модного, GRPC модного, но не у нас. Или Async API, который он асинхронный, это вообще событий на API. Но почему тогда именно я говорю о свагере? Во-первых, это Open API Initiative группа. Это некоммерческая организация, в описании которой написан вот этот текст, в котором интересен следующие фразы. Первая, она открытоуправляемая. Вторая, она находится под Linux Foundation. И третья, это вендор нейтральная. То есть что это значит? Что нету какого-то единого вендора, который решает, как будет развиваться формат. Это самое плохое, что можно сделать. И вообще в целом, если посмотреть, то весь наш стек, на который мы пишем, скажите, имейли, CSS, JSX, скрипты, вот это все, оно управляется как раз подобным образом. То есть нет одной компании, которая решает, как оно будет. Типа Apple решил, нам это не нужно, и как бы все. И в сообществе такое, ну, нам придется вот, ну, типа, следовать их решению. Что очень, на самом деле, важно в подобных открытых форматах. Ну, ладно. К чему это все? Бонус вот к тому, что мы взяли свагер, мы получаем. Первое. Мы получаем интерактивную документацию, потому что это не просто какой-то там контракт или там описание, как делать контракты, а это еще много тулс. Одна из тулс – документация, где написаны все методы, у методов есть параметры, их можно задать, прям кнопочку нажать, проверить и так далее, что крайне приятно, потому что это можно передать тестировщику, туда может сходить продукт. То есть любой в нашей команде без проблем может потрогать теперь руками. И для этого не нужно даже лазить в этот, как он там называется, в постман. Это еще проще. Ну, кстати, о постмане, что свагерский контракт можно кинуть в постман, и он его как бы схавает. Что тоже очень удобно. Второе. Мы получаем реально жирный редактор. Вот пример нашего метода, который я описывал. Я здесь просто закомментировал consumity part form data. Закомментировал формат. Он пишет, не-не-не-не, у тебя там есть параметры, которые передаются from data, а method from data не принимает, иди разберись. То есть не просто редактор, который чисто синтаксис проверяет количество табов, простите-простите, количество пробелов, там, не знаю, еще какие-то штуки, какие-то запятые, точки, он прямо проверяет структурно. Это очень важно, потому что такая помощь, особенно начинающим разработчикам, крайне важна. Дальше. Код генерации мы еще получаем. И давайте немножко поговорим о код генерации. Что это, зачем это, вот это все. Как мы вообще обычно пишем клиент с серверный код. Оно выглядит, примерно, как-то так, где в этом коде есть интерфейс, который мне вернется, есть какой-то запрос, который собирается, вот форм data, да, где туда добавляю логин и пассворт. Ну и по-хорошему здесь я еще должен проверить, что логин и пассворт вообще он передан или нет, потому что это не опциональные параметры. И дальше здесь есть куда, как, и еще ответ, который мы обрабатываем, где мы берем, еще и получаем JSON, и потом объявляем, что в ответ мы получаем промис с токеном. И недостатки этой всей штуки, они какие? Первое. Мы это пишем руками. Пока это простой метод авторизации, как я его сейчас описал, такой сильно упрощенный, вроде норм, но это не круто. Второе. Мы его вручную поддерживаем. То есть если Леха опять мне что-то там поменял, я должен, во-первых, об этом как-то магическим образом узнать. И я буду очень рад, если Леха, как хороший, добропорядочный человек, перед нами скажет, Глеб, слушай, я же знаю, что ты там этим пользуешься. На, держи, тут изменения. Да, и нашептал мне что-то в Телеграм. А если у нас 100-200 человек, как нам это все делать? И это очень сложно. И чем больше, при этом еще, сейчас еще на этом пункте остановимся, чем больше проект, тем сложнее это руками поддерживать. Дальше. Мы никак не можем статически проверить работоспособность. Вот никак. Вот у нас типа есть контракт, а потом мы пишем руками. Ну все, типа контракт поменялся, я пошел его сверять руками, глазами точнее, да, смотреть эти дифы в ГИТе и руками проект. Ну не круто. Вот. И я очень люблю, я ленивый. Я люблю типизацию, потому что она снимает с меня ответственность. Я люблю код-генерацию, потому что она снимает с меня ответственность. Давайте попробуем посмотреть, собственно, в код-генерацию, как она может снять эту ответственность, которую я сейчас перечислил. Есть такая штука, называется SwaggerCodeGen, это библиотечка. Вот это вот список всяких языков, фреймворков и так далее, которые она поддерживает. Их, по-моему, тут 52 штуки. Она умеет там типа и под JavaScript несколько разных шаблонов есть. Она может тебе и под Java, и под серверный, и под клиентский, подо все коды, короче, генерить. Классная штука. И все на основе нашего контракта. Как это выглядит? Да, она написана на Java. Но я думаю, как бы не проблема. Мне кажется, у каждого разработчика Java точно стоит. Если нет, поставьте срочно. Собственно, как оно выглядит? Мы берем и джаринку говорим, генерируй вот по этой спецификации, вот этим шаблоном, вот в эту папочку. И мы получаем, что код, который я показал ранее, превращается вот в это вот. Где? Мы экспортируем фабрику, в фабрике указываем базовый путь API, и потом просто дергаем этот метод. То, что все остальное, то, что я писал ранее руками, оно берет на себя и там где-то внутри у себя в кишочек генерит. Вот. И бонусом мы еще получаем все интерфейсики, которые описаны в API, что крайне удобно, потому что я могу взять прямо их все поимпортировать и сразу повторять приложение. Классическая проблема, когда кому-то говоришь, слушай, ну пора, давай, давай на TypeScript, давай, типа. Говорит, ну не, значит, спросите, говорит, не-не-не-не, там что-то много типов писать, мне лениво, не могу, не хочу, не буду. И ты уговариваешь, объясняешь, что слушай, написав TypeScript, ты потрачешь 15 минут, оно тебе потом сэкономит много. Люди очень плохо смотрят в перспективу, они все-все меряют одним днем. Это как классическая штука, типа тебе дать сейчас тысячу долларов или через год-две. Практически всем выбрать сейчас тысячу, хотя выгоднее наперед. Собственно, а тут нам становится проще, мы говорим, чувак, не надо ничего, вот вообще забей, ты можешь просто брать интерфейс сразу отсюда, тебе не нужно их само описывать, что крайне удобно. И что теперь у нас произошло? Первое, мы перестали писать этот boilerplate. Нам больше не надо заниматься вот этими вот огромными полотнами одинаковыми, какими-то там составлениями запросов и так далее. Удобно, быстро, выгодно. Второе, у нас статическая типизация начинает проверять актуальность этого кода. Если раньше я его проверял глазами и на счет надеялся, то сейчас, как только у меня контракт поменялся, что-то перекодогенерилось и сразу пометилось в красном. А если я еще интерфейсики в своих, например, компонентиках использую, то еще и компонентики покрытся в красный. Удобно. Я как ленивый человек, мне от этого очень приятно. Дальше. Мы абстрагировались от транспорта, потому что когда я говорю API, логин, юзеры, логин Глеб и секретный пароль QWERTY, я вообще не знаю, как он там будет отправлен. Методом каким-то, гетом, постом, да хоть патчем. И куда тоже не важно. Если вдруг внезапно, например, API куда-то переезжает, и там юзер логин превращается в юзер ауф, да бог вам судья. То есть мне, как фронтендер, становится уже не важным, что тоже очень удобно. Ну и да, мы используем интерфейсы стабов. Мы можем вообще по всему приложению использовать эти интерфейсы. Это очень приятно и удобно. Но что еще, кроме вот этого всего, можем получить от внедрения контракта? Вроде прикольно, но что-то как-то базово. Я очень рад, что вы меня это спросили. Сейчас поговорю об этом. Классика. Ща, ща, ща. Ща бэкэндер отдаст API, вот тогда я смогу взять задачу по фронтенду. Говорит практически каждый фронтендер. Кто это говорит хотя бы раз в месяц? Похлопайте, похлопайте, похлопайте. Супер. Кому из вас это говорили, оправдывая свое бездействие? Похлопайте, пожалуйста. Спасибо. Собственно, и какой-нибудь там план, какой-нибудь там значимой фичи выглядит примерно так. Какие-то там спринты, бэкэндер занят. Потом он передашь что-то фронтендеру, еще потом какие-то спринты, это все происходит. А что если? Что если? Я вам скажу, что можно сделать вот так. Ну, наверное, такие, глядя, как? Так, то есть ты мне хочешь сказать, что я сейчас буду что-то там верстать, какие-то там временные компонентики делать, прямо в HTML класть, типа, захороткоженные значения, потом когда-то медошапе, я пойму, что все поменялось, я буду все переделывать. Вот как раз нет, вот как раз этого хочется избежать. И давайте об этом попробуем поговорить. Что нам нужно для того, чтобы к этому приступить и попробовать сделать так, чтобы этого не случилось? Первое. Нам надо знать, какой будет API заранее, до того, как бэкэндер его там наковырял. Ну, вроде как у нас это получилось, потому что мы берем бэкэндеры, берем фронтэндеры, садимся перед доской и договариваемся о том, как будет выглядеть API в перспективе. А на самом деле мы еще внезапно начинаем заранее что-то планировать, заниматься архитектурой, что очень важно. То есть дизайн заранее, это как бы благо, оно еще сокращает скорость разработки. Тоже такое недоступное знание, почему-то внезапно большинство, потому что все-таки нет времени, пойду, короче, сразу писать код, как-то круглое, значит, мы носим, квадратное катаем. Мы как-то приходим к тому, что мы начинаем заниматься дизайном, что еще улучшает работу. Первое. Второе. Нам, естественно, нужно макирование, потому что я же не хочу, чтобы данные руками писать. Я хочу, чтобы у меня API как будто бы было боевое. И третье, чтобы было какое-то боевое. Я не хочу вообще писать, тестовать данные в бизнес-код. Я хочу, чтобы, когда я запускаю свое приложение, мне было неважно, тесты там данные или боевые. Бизнес-код, он был всегда един. Про макирование. Есть много библиотек, есть фейкер, есть инженит фолс. Фейкер, он очень модный, его все долго пользовались. Ну, как модный, он не модный, он устоявшаяся практика, но не советую его, потому что недавно там Аран Шварц, что-то у него был какой-то экзоциальный вопрос, он удалил библиотеку, собственно, что восстановило и так далее, как-то доверие к нему упало, да и вообще. Библиотека большая, жирная, не вытрясается. Возьмите новые модные фолсы. Это есть такой наш коллега, очень продуктивный с точки зрения аутсорса человек, инженит. Натаниэль Базаль его зовут. Он сделал новую модную, как раз вот такой вот фолс, оно устарело, сделаю такое же, только хорошее. Фейкер устарело, сделаю такое же, но только хорошее. И как выглядит, например, макирование того же самого ответа с токенами. Я беру функцию рандома, делаю другую функцию, которая возвращает объект, в котором я генерю эти юиды, собственно, все. Это очень просто. Дальше. Что делать с прослойкой для IP? Самой вот этой вот. У нас как? У нас как бы есть на самом деле фабрика, вот та вот, которая вот, default factory API. И на самом деле мне нужно только ее подменить. Все остальное в приложении должно остаться неизменным. И как это сделать? Опять же, я все отоплю за типизацию, поэтому первым делом мы сначала выведем все типы с той фабрики, которая у нас есть, чтобы у нас как бы работала, как-то сказать, чтобы мы могли относительно боевой фабрики всегда тайп-чекаться. Второе. Я их буду использовать и я сделаю просто функцию, которая возвращает объект, который содержит тот самый метод логин, который возвращает макирный токен. И как бы, собственно, все получается, что мы фабрику уже замакировали. И последнее, что осталось сделать, это где-то на локальном уровне так подменить, чтобы никто вокруг не учитывал то, что боевая либо тестовая пишка. Естественно, мои все примеры, которые я показываю, они как бы фреймворк-агностичные, очень примитивные и так далее. У каждого фреймворка есть свои механизмы, но вот как бы я сделал, к примеру, здесь. Я сделал бы отдельный файл, в котором у меня была бы константа, типа включен-выключен демо-режим. И ориентируясь на этот включенный-выключенный демо-режим, я либо боевую пишку отдавал бы, либо замакированную. Вот, собственно, и все. И теперь, что мы получаем дальше? Первое. Ура! Мы на берегу можем проектировать пишки. Второе. Мы можем в параллели все это дело еще и разрабатывать. И нам действительно, нам не только бэкэндер не нужен и мы договорились. Третье. Оно все статически проверяется. От контракта все мое приложение, что мега приятный, мега ускоряет мою работу, потому что я не занимаюсь самостоятельно. И дальше я еще, оказывается, вообще не завязан на работоспособности API. Вот у кого были ситуации, когда такие сидите, работаете, человек 20, а потом, типа, тестовый стенд ложится, вот такие, ну, пойдем пить чай. Вот кто пьет чай раз в месяц хотя бы? Похлопайте, пожалуйста. А теперь представьте, перешитаем это на бабки. 20 человек в месяц пьют чай хотя бы 8 часов. Ну, типа, это уже очень много денег, да? Ну, вы примерно понимаете, да? Такие сейчас зарплаты, если еще взять все там налоги, расходы, вот это вот все, на круг очень неприятная штука. И на самом деле, очень мало, на самом деле, технических, директоров и всяких прочих там управленцев эту штуку считают как расход. И вот она, да. И это способ как раз продать подобное, что, типа, ребята, если мы постоянно блокируемся разработкой, мы теряем бабки, давайте перестанем. Это как бы мотив для того, чтобы это все внедрять. Подбрасываем идеи, как это, собственно, продавать. И дальше. Ну, и как следствие, мы еще драматически на тайм-то-маркет сократили, потому что был сначала бэкэндер, потом фронтэндер, а потом раз, и все в два раза быстрее. Ну, конечно, они в идеале в два раза быстрее, но мы это все понимаем. И поздравляю, вот в этот самый момент мы стали контракт first. Вот сами, как вот по принципу, мы стали работать в контракт first. Вот. И первый бонус. Получается, что мне не нужен бэкэндер, чтобы работать вообще. И сразу у вас такое сопротивление. Подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что мокки прям вообще боевую опишку заменят? Ну, типа, ну, а как же такие ситуации, что типа опи, она как бы интерактивная, а мокки типа нет? У меня есть, не знаю, там список, там, не знаю, статей. А что, если я в этот список хочу добавить статью, а потом увидеть, когда она была в списке? Она же не будет работать, ты же отдельный метод моккаешь. Ну, как бы не совсем. Вот пример, например, какой-нибудь класс, который говорит, вот тебе там 15 замокированных статей. Что мы делаем? А, еще самое важное, что каждый раз, когда к нему будут заходить на страницу, будет всегда рандомный список. Ну, не круто. Так давайте просто положим его один раз при инститализации этого класса и будем возвращать как бы результат. Все, у нас всегда статические вот это вот 15 статей с момента захода на страницу не меняется. Вот, а еще потом можем сказать, а давайте мы будем добавлять статью и просто пушить в этот список или давай мы будем обновлять какую-то статью. Ясное дело, найдем индекс, потом типа обновим массив. Ну, мы можем делать стейтфул моки. Далее, еще из-за нас сопротивлений. Ну, типа таки да, ну, а что будет, если я F5 нажму, все же опять потеряется? Привет, гидрация, регидрация. Всем знакомая история, мы иногда так делаем, чтобы там где-то сделать какие-то кэши, экономить время и так далее. Когда мы store берем, кладем его в local storage, например, допустим, или в какую-то еще там локальную базу данных, а при загрузке страницы смотрим, если там есть данные, мы их вынимаем. Ну, а что с того? Ведь если мой тестер при этом откроет где-то там на другом своем устройстве, у меня будет другая, ну, типа, сгенерируется абсолютно другое. А я хочу, чтобы в рон то же самое, что у меня, у нас получается данные чуть разные. У меня там Петя Пупкин, а там, не знаю, Пушкин там, да, типа, как это сделать? Есть еще та же штука. Все, все практически библиотеки, которые занимаются макированием, они имеют такой функционал типа сидоров, то есть ты говоришь, вот это как бы рандом, он все генерирует одни и те же данные, то есть нам не нужно эти данные хранить где-то для того, чтобы их потом подставлять и чтобы тестеру там было комфортно, продажу было комфортно и так далее. Мы можем просто использовать сидор, и тогда они все будут консистентные и одинаковые. Вот. Ну, и тоже штука, но нам же нужны разные сценарии, да, вот мне нужно, чтобы я захожу, а там нету списка новостей, а вот кто-то заходит, там есть список новостей, а кто-то заходит, а там прям пять там запиненных новостей. Как нам сделать эти штуки? Вот. Тоже днемешка профессиональная макера. Ну, так очень просто. Можем этот класс, например, сделать, в нем реализовать какие-то стратегии, например, сделать какой-то интерфейсик слэш-дебаг условный, да, где мы будем перекликивать стратегии для каждого из сидоров, моков, и все. То есть, ну, и это даже можно развивать. Мы же инженеры, ну, типа, справьтесь сами как-нибудь, это же очень, ну, понятная вещь. И второй бонус. У меня теперь всегда есть моки для тест-кейсов и для демо-версий интерфейса. То есть, что значит, что теперь не тестеры пишут моки, они просто используют наши, им это удобно. Да, и они всегда актуальны. Они не догоняют моками то, что мы делаем, а мы эти моки поставляем вместе с нашим веб-приложением. И второе, у нас всегда есть демо-версия интерфейса. Это значит, что нам не нужно где-то держать отдельный стенд, где мы там какое-то состояние восстанавливаем, что-то там переключаем. Мы хотим поехать к клиенту показать, как работает наше что-то. Мы поехали к клиенту, зашли с лэш-демо и показали наше что-то. Как бы все. Окей. И последнее такое большое. А как это вообще будет работать на масштабе? Пока мы тут все что-то там ковырякли, какие-то маленькие примерчики чуть ли не jQuery. Вроде понятно. А что будет, если у меня что-то действительно большое? Прямо большое. Дайте попробуем это поговорить. Первое. Первое, что мы можем сделать, это автоматизировать. Вообще, мы обязаны сами для себя, естественно, для своей команды автоматизировать всю рутину. Потому что мы снижаем как бы издержки тем самым, потому что мы делаем постоянно рутину. Представим, например, вот есть какая-то опишка условная. Она, например, обновилась. И, допустим, у нее обновился контракт. И потом, например, после того, как у нас контракт, у нас идет сборка. У нас какое-то хост-у-хост решение собирается, у нас какая-то мобилка собирается и веб. Хоба, не собирается. Собственно, мы идем к веберам, тюкаем их, они что-то фиксят. Оно после этого собирается, дальше билдятся артефакты. Ну и далее по спискам мы понимаем, что. То есть мы можем просто взять и после каждой изменения контракта проводить какие-то тайпчекинги или просто банально сборки. И у нас тогда все окружение наше после изменения контракта будет краснеть очень быстро. Вот. Вроде бы клево. Далее. Версионируйте. Либо расширяйте, либо делайте новую версию API. Давайте вот об этом чуть поговорим. То есть вот наша какая-то абстрактная API-шка. Например, какой-нибудь API-конфигурации, которая хранит основные настройки для каждого поиска или глобальные, неважно. И вот также есть три приложения. Какая-то веб, какой-то мобайл, какой-то вообще хост-о-хост. И у нас вот так вот выглядят результаты, которые дает API-шка. Просто включены ли платежи? Да. Потом к нам приходят, говорят, давайте сделаем короче лимиты, чтобы мы разным пользователем могли разные лимиты отдавать. Мы такие, да без проблем. Максимальное число будет миллион на перевод. Вроде норма остается как есть. Никаких проблем нет. Мы же просто расширили. А потом приходят инженеры, такие, слушай, подожди, тут как бы проблема. Ну какие-то, не знаю, архитектора, кто-то еще, коллеги по цеху. Ты сам такой приходишь, а давайте по-другому. У нас же там могут быть разные типы, там могут быть какие-то инамы и что-то еще. Они все типы есть в JavaScript, а JavaScript вообще не типизирован в рантайме. А давайте мы по-другому. Давайте мы это храним в массиве, где будут ключики, типы и сами значения. Тогда мы сможем при получении сервера эти значения еще предобрабатывать как-то. Слушай, нормальная тема. И что получается? Что типа мы же не можем сейчас просто взять и поменять API, у нас все разломается. И какое предложение? Мы говорим, что configuration API, который был до этого, он версия номер один. Мы зовем версию номер два и то приложение, в котором мы уже готовы переехать на версию два, мы переезжаем. Остальные мы пока не трогаем. И да, у нас реально у нас две API. Точнее, две реализации API, да, первая и вторая. И они существуют какое-то время. И далее мы такие, ну, а, и следующая штука. Надо все это дело устаревать, потому что как двигаться с этим, просто расплодить какой-то хаос, и он потом станет неконтролируемый. Работаете через деприкейты. Мы говорим, например, configuration API в один, все, до свидания, оно деприкейтед. Что происходит дальше? Мы же можем взять, пометить все в свагере методы, то, что есть деприкейжены, в тайпчекингах настроить, что типа деприкейт, это ворнинг, а-та-та. И мы будем получать ворнинги при сборках. То есть, да, оно еще работает, но скоро будет деприкейтед. Например, мы еще дата можем написать и получать, что команды, которые называются мобилкой, хосту-хостом, видят, что как бы дел табак, надо переезжать. И начинают переезжать потихоньку. Мы с устаревшей API переехали, ей больше никто не пользуется, мы понимаем эту статистику, как бы ее гасим, и все. И вот мы переехали на новый API. Это проверсионирование. Далее. Абстрагируйте. Вот эта самая классная штука, это типа про то, как… Сейчас посмотрим. Смотрите, вот у нас вот эта ситуация произошла. И что у нас вообще получается? У нас было как бы API раньше и приложение, и мы все в приложении писали руками. Потом появился контракт, появился слой, такой сетевой слой, который кодогенерируемый. И есть как бы одна модель, которая приходит из API и используется прямо у нас в приложении. Вот. Но если посмотреть на эту штуку, то есть вот у нас есть модель API, а это получается старая модель API. И единственный шанс, как туда переехать, это пойти по всему приложению перелопачивать. А тут как бы драматически все поменялось. По данным вообще не поменялось, но модель совершенно другая. И нам реально придется все приложение перелопатить. И это не круто. И давайте подумать, как вообще на это посмотреть, что с этим делать. Потому что если подумать, то вот эта старая модель настала текущая модель приложения. А вот эта API-модель, это же как бы типа по факту дата-трансфер модель. Это как бы моя DTO-шка, которая мне просто приносит данные. А тогда получается, что app-модель, это доменная модель, потому что мы сразу вспоминаем о локовой архитектуре и вот этом всем. И вообще там DDD, вот это вот хорошие умные слова, которые мы все до конца никогда не поймем и не понимаем. Потому что это лишь опорные точки в нашем поиске, как решить проблему. То есть, если это что-то модное новое, давайте попробуем посмотреть, как это может здесь выглядеть. Первое, мы приложение переномываем в домен. Уже стало удобно, что-то больше похожее. Второе, мы такие, так, ну если есть домен, у него есть модель, ну доменная модель. Ага. Но у нас теперь есть DTO-шка, есть доменная модель. И как их, где мне их обрабатывать? Мне прям в домене это обрабатывать. Она же ведь транспортная. Ну типа неправильно ее в домене обрабатывать. И что мы делаем? Мы делаем отдельный слой адаптеров. И в этом слое адаптеров делаем маппер, который нам, собственно, мапает DTO-шку в модель. И вот теперь, при вот этом изменении API драматическом, мы поняли, что мы больше не хотим подчиняться моделям из API, делаем свои внутренние модели, и таким образом абстрагируемся от них. И нам не нужно переделать все приложение. И в этот момент, я могу поздравить, мы еще сделали несколько шагов вперед до DDD-шки. Вот такая вот, собственно, история. Что еще хотел сказать, что именно про DTO-шки и так далее, что в начале работы, скорее всего, их завоить не нужно. Вы просто будете тратить время, будут какие-то маперы, будет все сложно, как будто вы открыли Java-проект такие, и такой, блин, мне как Java-скриптер, вот это ваша Java, вот эти ваши спринги вообще непонятные, вы перезаморачиваетесь. Вот не надо перезаморачиваться. И вообще вот то, как я сейчас рассказал историю, что сначала вы просто пользуетесь интерфейсами, а потом в какой-то момент вы приходите к тому, что вы разделяете DTO и доменную модель, вот оно должно произойти в какой-то момент. И этот момент, он может не наступить и через год, и через два, и через три. Вот, нужно быть ленивыми еще и лишнюю работу не делать. Собственно, на этом большое всем спасибо. А мы с тобой садимся, да? Да, присаживайся. Да, спасибо, Глеб. Полезная тема. Мне просто прямо сейчас в сердечке это звалось, у нас похожая история. Ну что, вопросики. Тебе, кстати, на всякий случай нужно будет выбрать лучше вопрос. Поэтому думаю про это заранее. Да, я постараюсь. У меня всегда с этим проблемы, потому что я с этим увлекаюсь самим вопросом. Ну да. Тут, в общем-то, вопросы какие? Актуалочка подъехала. Ты говорил про Моки. Говорил. А можно ли как-то так сделать, чтобы еще и Моки вообще сами генерировались? И вообще, короче, просто бэкэнд тебе все выдал, а ты и типы, и Моки, и у тебя все вообще готово. Тут надо, знаешь, как смотреть, можно ли сгенерить Моки на основе модели? Можно. Ну что ты там знаешь в модели? Ты знаешь строки, ты знаешь что-то еще там и что-то еще. Ну, условно говоря, что-то базовое. Это строки, это число, это так далее. Но там результат будет такой же. На основе этого знания ты сгенерируешь число какое-нибудь маленькое или большое. То есть ты не будешь знать, что это число, это количество комментариев, их не может быть много, ну, в интерфейсе, да, а это как бы деньги, это какой-нибудь большой, не знаю, банк, и поэтому там может быть типа миллиард. Ну, понимаешь, да? И все будет неестественно. Где-то у тебя, например, строка, это имя, фамилия, где-то это, например, название компании, где-то это адрес. И нужно будет заморочиться и придумать, например, каким образом ты будешь размечать сам контракт, где ты будешь говорить о том, какого типа, какого содержания, здесь стало сильно громче, какого содержания у тебя каждое корректное поле, и тогда ты сможешь делать хорошие Моки. Но мне кажется, что все равно, как только ты начинаешь делать stateful Моки, если управлять состоянием, тебе это никогда не поможет. Потому что тебе нужно всякие штуки делать, тебе нужно фильтрации повторить, что-то еще, что-то еще. Это, конечно, не автоматизируемо. И, возможно, автоматизация это будет просто лишняя трата сил, энергии и когнитивной функции. То есть проще бездумно написать Моки, чем стараться сделать и хорошее на код-генерации и понять, что у тебя это никогда не получится. То есть в целом возможности, допустим, бэкэнд тебе размечает, что здесь лежит имя. У фейкера, просто я знаю, печально известного фейкера, у него есть и имя сгенерировать, и адрес, у него отдельные методы, замаппить. Вот это все в принципе можно. Да, это есть у всех. Просто мне кажется, что результат будет типа так себе, и потом по факту мы будем все-таки писать Моки руками. хорошо. Здесь вот вопрос, как понять фронтендер, что бэкэндер уже реализовал API. Ты в принципе сказал, что если на код-генерации, то как будто бы уже реализовано. Как понять фронтендер, что бэкэндер реализовал. Да, у тебя есть документация. Вы договорились по контракту, что вот она будет такая. А есть ли это уже в бэкэнде? Или это уже как-то процессно в команде надо выстроить? Я бы спросил для начала, а реализовал ли уже ты? Потом у вас есть планирование, ты можешь посмотреть. Ну а так в целом, поскольку у тебя есть приложение, есть типа два режима, с боевым провайдером, который копи ходит, и с моковым провайдером, который никуда не ходит. Ну и как скорее все больше им управлять? Flag Local Storage, например, Cook, Get Parameter при запуске. А самый простой, это просто в роутинге. У тебя, например, есть, не знаю, там, твой сайт точка ру слэш там news, условно говоря, и ты добавляешь, например, слэш-демо, слэш-ньюс. Вот слэш-демо, слэш-ньюс, да? Он на моках. Слэш-ньюс, он на боевом. Ну я бы просто, вот я бы, да? Я бы так делал бы. Я бы просто зашел на слэш-ньюс и посмотрел бы, а загружается ли новость. Ну грубо говоря. А, таким образом. Ну конечно, плюс опять же, у вас есть процессы, да? Вы как-то планируете, у вас к концу спринта должно сойтись. А может быть не должно, может ты вообще наперед как бы бахаешь. Вот, например, мы тоже как работали, что там IP появится вместе через три. Мы это четко понимаем. Ну и ладно, и что? Какая разница? Мы же знаем, какой IP. Мы все написали, под флаг положили, замерзли в мастер, лежит. А потом в какой-то момент появляется бэкэнд. А что происходит дальше? А дальше тестировали, что такие, так, было дело, вот такой функционал, мы его включаем, да? Тестируем. Так, ну и типа интеграционно, что типа веб-морда и API, они, да, они работают, все круто. Можно катить или нельзя, и пошли какие-то фиксы. Посмотри, у меня скорее вопрос, я расширю вопрос из чата. У тебя в принципе бэкэндеры участвуют в том, чтобы вот этот слагер сгенерировать. Да. Могут ли они, например, сказать, эта ручка реализована? Это нет. Я в документацию, например, смотрю и вижу, что эта ручка уже есть. Все, ей можно пользоваться. Не надо моки. Слушай, я не знаю. Я вот не верю в фразу не надо моки, потому что тогда весь этот вот эта красивая картина, она вся портится. Сама идея того, что у тебя всегда должны быть моки, ну это не обсуждаемая вещь, условно, в идеальном мире. Оно просто туда есть. То есть ты работаешь через них. Ты вообще, в целом, ты пишешь свое приложение. Бэкэнд это что-то там, какой-то еще им провайдер данных вообще необязательный. Вот мой обязательный провайдер данных в моей моки. У меня есть контракт, я по нему сделал моки, оно у меня работает. Что там бэкэндеры, мне даже не сильно важно. Если с таким подходом подходить, у тебя еще внезапно, разблокируется некоторый прикольный момент. Ты такой, а, вот, давайте так. Похлопайте те, кто считает или слышал, что люди вокруг говорят, что фронтенд это всего лишь плеер для бэкэнда. Не стесняйтесь, это нормально. Это нормально так саму считать. Я тоже так долгое время считал. А когда ты начнешь так работать, ты такой, да нет, у меня полноценное приложение, веб-приложение. А это просто какой-то провайдер. Поэтому моки должны быть всегда. То есть надо переключить сознание, надо потом начать мыслить. Понял твой посыл. А что делать, если мы хотим тестировщика подключить к написанию моков и менять эти моки как-то? Это надо его коду учить или можно как-то сделать это по-другому? Ну, это же JavaScript. Ну, а если TypeScript? Еще лучше. Как бы, ну, типа, JavaScript, он вообще сложный. Знаешь, мне понравилось. Мы как-то тусовались на TeamLead, по-моему. Вот. И уже все автопати. Мы стоим в холле, с ребятами общаемся. И одна девчонка, TeamLead истинька, сказала очень классную вещь. Она такая, типа, ну, JavaScript это норм. Ну, мы обсуждаем TypeScript, JavaScript. Она такая, но вот я бы только сеньору дала писать на JavaScript. Я, типа, ну, вот Джуну только TypeScript. Потому что он безопасно, все подсказывает, помогает. А JavaScript там думать надо. Ну, типа, вот я бы так сказал бы. Поэтому наоборот, TypeScript еще лучше. Он очень простой, он очень понятен. САП подскажет, пометит красным, пояснит. Автокомплит. Ну, типа, прекрасная штука. Вот. Плюс, опять же, каждый уважающийся тестировщик, он как бы стремится стать автоматизатором. Ну, потому что это некоторое развитие, да, это автоматизация рутины и так далее. Соответственно, первое, что он пойдет попробовать, скорее всего, какой-нибудь там абстрактный Selenium. Он на абстрактной Java написан, абсолютно абстрактный. И после Java им намного проще это заходит. У меня была некоторая история, да, когда вот как раз тестировщица-автоматизатор такая, блин, что-то у меня Selenium сложное. Я говорю, а зачем Selenium? Возьми Cypress. Он говорит, а что так просто? Потому что это JavaScript, потому что это Cypress. То есть это очень простой язык, на самом деле. Он очень понятный. Поэтому я не вижу проблемы научить тестировщика писать в Moki, например, если в этом есть потребность. Хорошо. Тут вопрос немножко как будто бы мимо, но ты эту тему несколько раз затронул. Ты же как бы и руководитель еще опытный. Как сделать так, что в принципе бэкендеры и фронтендеры не ссорились и просто уважали друг друга и делали работу вместе? Ой, прекрасно просто. Он очень простой. То есть типа почему люди ссорятся? Потому что у них цели разные. Почему они ссорятся? Потому что у них видение разное. Почему они ссорятся? Потому что есть вот мы, ну, знаешь как, наши-ваши, да? Помните все эти штуки, когда там берут какой-то там, не знаю, там студентов или учеников, делят пополам и заставляют друг другом как-то там враждовать, не знаю, там заключенный там, надзорщик, вот всякие вот эти эксперименты. Чувак эти эксперименты показывают лишь одну вещь, что типа есть межгрупповая неприязнь и внутригрупповое предпочтение. То есть есть мы, а есть вы. Вот вы бэкендеры, вот вы дизайнеры, вы там эти проекты, ну типа не принимаю. Я всегда предпочту чувака и свои группы. Так сделай так, чтобы группа была одна. В этом концепция кроссфункциональных команд. Мы всех объединили, вы одна команда. Вы тачите спринт, вы, например, не вытаскиваете спринт. То есть облажалась команда. Типа занимается Грумином, команда. То есть нет вот этого, чтобы не было ситуации, это не моя работа. Помните эти мемы, где там типа дорога в лесу, там такая белая полоска по бокам, и там лежит дерево. И там просто вот так полоска обижает дерево, идет дальше. Not my job award. Чтобы вот это вот не происходило, мы как раз занимаемся вот этой штукой. Поэтому если кто, если наши вашим что-то там машут, вот эта ситуация происходит, ну как бы у тебя проблемы, нужно их подружить срочно. То есть по-хорошему твой доклад был бы вообще не нужен, если бы бэкендеры и фронтендеры просто сидели рядом и делали общую работу вместе. Нет, нет, нет. Он на другом, это инженерка. А как они говорят, это другое. Даже если у меня Леха в доступности, мы просто меньше времени жжем, да, ну что будет происходить? Я буду тюкать каждые пять минут. Мы все равно не сможем как бы нормально работать. А вот с этой ситуацией мы как бы так организуем работу, чтобы вообще об этом сильно не думать. И он мне, чтобы не было нужно, чтобы пойти там детей забрать из школы, там не знаю, там что-нибудь там еще. Ну да, экономия времени на самом деле чувствуется. А может ли быть такое, что мы в принципе берем фронтендеры, собираются, пишут этот контракт и приносят бэкендерам. Вот так делай. А может быть и так, и так, и по-другому, как угодно. Это же типа, если говорить о том, что вы команда, ну просто в целом, типа, вам выгодно получить этот контракт, но никто не говорит о том, как ты его получишь, да? Ну типа никто не декларирует этого. Как бы здесь надо было посмотреть? Выгода от этого однозначно фронтендерам. Потому что все то, что было рассказано, оно в основном фронтендеру приносит пользу. Поэтому я бы сказал так бы, что типа основное заинтересованное лицо, стейкхолдер, скажем так, этого процесса, это фронтендер. Поэтому он должен это инициировать. Кто же напишет контракт, да как удобно. Иногда пишет фронтендер, говорит, я подумаю, У нас столько микросерресов связано с этой фичой. Сейчас мы там подумаем, как у нас все правильно раскладывается на модельке, и потом дадим тебе какие-то наборы опишек, типа вот держи. А может мы просто вместе сядем и такие, а как тебе удобно, чтобы ты профиль загружал? А я не знаю, давай подумаем, давай подумаем. Пошли и подумали. И вот то, что надумали, потом стало контрактом. То есть история этого умалчивает. Это надо уже самим решить. Хорошо, а если ты фуллстэк, с кем садится обсуждать? С зеркалом. Если ты фуллстэк, для тебя контракт может быть излишкой, если у него нет стратегической перспективы. И в тактическом маневре на контракт ты просто потрачешь время. Простым языком. Если мы делаем форму на регистрацию на какой-то ивент, нафига нам контракт? Мы выкинем этот код через две недели, например. А если это что-то, что будет жить во времени, и потом еще наши потомки будут этим пользоваться, условно говоря, ставим контракт. Чтобы они хотя бы понимали, о чем шла речь. То есть даже нужно смотреть с точки зрения выгоды. Что нужно брать, что нужно не брать. Поэтому если этот фуллстэк работает в стартапе, который уже точно, он закроет через несколько месяцев, можно не делать. Если стартап уже прямо вот-вот сейчас выстрелит, вы будете масштабироваться, подложи соломку сейчас, начни писать контракты. Автомизируй то, что тебе нужно, чтобы потом на масштабирование вы не потеряли производительность. Хорошо. Смотри, вот допустим, все-таки вы договорились, у вас есть свагер, а бэкэндеры стараются его придерживаться, фронтэндеры на него как-то опираются. Но в какой-то момент бэкэндеры все равно сделали не так, как по свагеру. Вот как эту ситуацию разруливать? Как разруливать? Подходишь к нему, выставляешь, что говоришь, накажи себя сам. Не, но можно как-то автоматизированно сделать так, чтобы такого в принципе не было возможно. Да. На самом деле есть несколько штук, все не перечислю, особо не помню. В практике в итоге не одна в продаже у нас не ушла, потому что не было такой потребности. Но чисто гипотетически есть, как их называют, не гиперлуп, а как-то еще. Короче, ребята, которые делают тулзию для API, еще под свагер активно все делают, это все там гуглится, что-то связано с лупом. У них есть отдельно модулечек, который ты ставишь между веб-сервером и, собственно, уже непосредственно интернетами. И он просто нюхает весь трафик и сверяет модельки, которые летят с данными, с моделью, которая в свагере. И собирает статистику, анализирует, делает тата-та-та, если это не так. Так ты можешь как бы проверять. Если у тебя задача, если у тебя какая-то мишен-критикал-система, и тебе прям сильно важно, ну, ты просто считаешь в бабках, такой да, ну, потратить время, сделай это, это можно, да. Можно даже в целом и свою написать, потому что тебе нужно просто свериться по контракту, это не так сложно на самом деле. Потому что любой, я сейчас могу, может быть, чуть-чуть там не договаривать, да, но любой свагер, это по факту JSON-скема. Если JSON-скема, значит, ты можешь взять JSON-скема-валидатор, ну, прям так загуглить, да, я думаю, он есть на новых языках, использовать его. И потом какую-то аналитику соврать. Да хотя бы в Сент-Рю просто отлупливать ошибки, да, ну, типа, с телом, которое летело, и с отсылкой на контрактную версию, например, это уже достаточно, чтобы мы с тобой, например, раз в неделю садились, разбирали и ходили крутить уши и хвосты бэкэндерам. Ну, либо они сами себе. Ну, смотря, как мы построим этот процесс, просто мы как фронтэндеры, мы будем ходить крутить, если бэкэндеры бы управляли этим процессом, ну, мы прям были там, не знаю, там буквально сетевошками, было бы наоборот. Ну, то есть тут, условно, кто заказчик, и тот, кто хочет перестраховаться, может, в принципе, обложиться. Да, да, да. Тут вообще надо себя смотреть, кто стейхолдер, кому выгодно это действие, да, или там принятие какого-то решения, то ты должен это драйвить. То есть если тебе, как сетевой единственному, ну, допустим, там, выгодно, чтобы это случилось, должен ходить и всем, типа, уш на мозоль, делайте то, сделайте это, там, классики API, например, либо что-то еще. То есть, ну, зависит от того, какой ты. Это может быть ты какой-нибудь этот, как это сказать, управленец. Пришел, говоришь, завтра. Вот это должно быть сделано. А может, ты там, наоборот, нормальный, да? Смотри, вот у нас сейчас набирает, как раз для того, чтобы была гибкость, условно, там, я не хочу, в принципе, спрашивать никакие свагеры, я хочу, дай мне ручку, а я графкелем подергаю все, что надо. Просто дай мне модельку, которую я из графкелем. Вот сюда вот этот инструмент как-то прикрутить можно, или с графкелем это не совсем существует? Ну, у графкеля, у него же своя атмосфера немножко, да, там же свои, как раз, модельки, и я вот с графкелем не очень много работал, но там же вот есть вот эта прекрасная интерактивная тулза, чтобы, собственно, ну, типа, он дает тебе дискавери, он дает тебе возможность все запросики уже писать. Все они, типа, чуть-чуть и в другом. Потому что просто по другому принципу работает та опишка. Но, опять же, контракт к контракту. У тебя просто вот этот, не знаю, надо посмотреть. Скорее всего, это морда, работать на каком-то статически описанном, не как динамический сервис, да, когда статическое описание викует файлика, наверное, с ним тоже можно поработать, можно тоже сделать какую-то там код-генерацию. Есть же. Взял, разобрал, построил ST, собрал. Ну, там все-таки немножко... Интегрировал, type-check. Ну, здесь, я думаю, что-то можно сделать. Надо смотреть. Ну, и главный вопрос. Где такие кепки взять? Выступить у нас на frontend-конфе. Непроплаченная реклама вообще. Непроплаченная. Ну, ты сам спросил. Да-да-да. Ну, и, кстати, я спросил сначала тут, а потом в чате один мифический FullStack взял и продублировал этот вопрос. Ну, так что. Спасибо тебе большое за доклад. Вам спасибо. Да. У нас сейчас будет дискуссионная комната. Спасибо. 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 Спасибо.